В прошлом году было зарегистрировано 30 нарушений в ущемлении прав журналистов. Они заключались в прессинге из-за обнародования неугодных фактов, подачи в суд и в угрозах. Три четверти фигурантов по этим нарушениям – правительственные высокопоставленные должностные лица. Участились случаи привлечения к суду журналистов из-за раскрытия ими различных махинаций и случаев злоупотребления положением. В судебных делах журналисты проигрывают. Это связано с незнанием законов, отсутствием средств на адвокатов, неумением журналиста собрать все нужные для защиты материалы. Журналистов пока не убивают, но случаи угроз, преследований, привлечений к суду имеют место. Особенно журналисты должны быть осторожны в этом году, потому что скоро начнутся выборы. Это значит, что кандидаты для сохранения липовой репутации будут, выражаясь по-народному, выезжать за счет журналистов, подставлять их. В такой ситуации журналисты должны думать над каждым словом, иначе это очень опасно. Сегодня же организация Globe International вручила журналистам награды «За правду». Балорма продолжает бороться за свои права в деле раскрытия и развращения малолетних и торговли детьми. Газета «Удри Инсонин» раскрыла дело врачей, использовавших деньги страхования. Все они стали обладателями такой награды. Мы открыли колонку по следам правды. Здесь мы поместили информацию о 10 высокопоставленных чиновниках, замешанных в коррупции и принятии взяток. Было очень много угроз и давления. Для борьбы с такими угрозами, для победы над коррупцией, чтобы быть юридически образованными против ложных обвинений, все журналисты и средства массовой информации, по всеобщему мнению, должны объединиться. Может быть, тогда наступит настоящая свобода слова.